Природные катаклизмы и лесной насос. За последний год от сильных наводнений, ураганов и засух пострадали десятки стран. Климатические бедствия затронули жизни миллионов людей. Сотни тысяч человек стали климатическими беженцами. В чем же причины таких бедствий? Ученые из Петербургского института ядерной физики Виктор Георгиевич Горшков, профессор, доктор физико-математических наук и Анастасия Михайловна Макарьева, доктор физико-математических наук, утверждают, что катастрофические наводнения, засухи, ураганы и торнадо возникают вследствие уничтожения естественных лесов на планете. Леса составляют менее 27% суши, из которых лишь 22% состоят из естественных экосистем. Остальные сильно изменены под натиском человека. 70% сохранившихся на Земле неосвоенных лесов находятся на территории трех стран – России, Канады и Бразилии. Учеными была разработана теория биотического лесного насоса, механизма, с помощью которого леса создают управляемые ветровые потоки с областей с высоким атмосферным давлением в области с низким давлением. Традиционные представления циркуляции воздушных потоков фокусируются на температурных показателях, являющихся следствием, а не причиной циркуляции. И полностью игнорируется роль конденсационных градиентов давления, какую исполняют естественные леса в поддержке круговорота воды и регулировании климата. Испарение с поверхности леса эффективнее насыщает атмосферу водяным паром, нежели испарение с открытой водной поверхности такой же площади. Конденсация преимущественно происходит над лесом, а не над океаном. Лес является зоной пониженного давления, куда и направляются влажные ветра. Обезлесивание приводит к существенному уменьшению осадков даже в непосредственной близости к океану. В бассейне Амазонки выпадение осадков в период с 1973 по 2003 годы ежегодно уменьшалось на 0,3% в год и 10% за 30 лет. Обезлесивание в бассейне за эти годы составило 30%. Дальнейшая вырубка лесов разрушит круговорот воды в регионе. В Австралии осадки выпадают в 4-6 раз меньше, чем над океаном, поскольку на континенте отсутствует лесной покров и нет биотического насоса. Независимо, сколько влаги над океаном, без биотического насоса она не может проникнуть вглубь континента, выпадая осадками вблизи береговой линии и вызывая сильные наводнения. Решить проблему можно, лишь возобновив лесной покров, начиная от береговой линии вглубь материка. Обезлесивание в Индонезии привело к изменению потоков воздушной циркуляции на большой территории планеты. Ответственность за происходящее уничтожение природных экосистем лежит на каждом из нас. Сейчас крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Подробнее о лесном насосе и увеличении количества катаклизмов на планете читайте на сайте geocenter.info Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.